Книга «Открытым оком», вопрос 32, тема «Обращение ко Христу». «Как приготовиться к первой исповеди? Что использовать? Книги, вопросы какие-то?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В начале исповедования грехов было открыто при всей церковью, как при приеме в партию. Евангелие от Матфея, 3 глава, 6 стих. «И крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Евангелие от Марка, 1 глава, 5 стих. «И выходили к Нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Когда установилась практика исповедания грехов наедине перед священником, то опыта исповедания у исповедующихся не стало, ибо до этого научались каяться друг от друга. Все зависит от глубины раскаяния и совести. Исповедь – это не перечисление того, что не нравится тебе в себе, и напоминание священнику своих заслуг. «Исповедь – это явка с повинной, полной и безоговорочной капитуляцией, осуждением самого себя в том, что противна воле Божией. И это нужно сказать в молитве перед Богом, ибо священник – всего лишь свидетель, имеющий власть от Бога, поставить печать, подтвердить, зафиксировать сам факт прощения грехов при условии искренности раскаяния». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стихи. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», сказав это Дуну и говорит им «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Деяния апостолов, 19 глава, 18 по 20 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такую силу возрастало и возмогало слово Господне. Раскаяние должно быть деятельным, огненным, с уничтожением всего, что уже признал негодным. Учиться каяться необходимо по Библии, а не по выдумкам пустыножителей, хотя и у них можно взять очень много полезных». Книга Сирахова, 34 глава, 24 по 25 стихи. «Когда кто омывается от осквернений мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирится?»